Друзья, всем привет. Начну влог с покупок. Мы сейчас прогулялись, сходили в спар. Покажу, что мы купили. Сережа взял себе водичку вот такую вот. Рыжий, как всегда, не дает мне заснять видео. Взяли чудо. Такие вот йогурты. Так, пудинг молочный. Еще из йогурта взяли спаровские. Так, фокус подальше, наверное. Вот такое чудо с клубничкой. И я такие, кстати, не люблю. Сереже нравятся такие. Так, виноградный нектар из спары тоже. Вот там продаются такие с разными начинками. Это со сгущенкой. А я люблю, блин, с ванилью там, по-моему, или с карамелью, да, я ела. С карамелью ела же, да? Такие вот. Так, мини-рулетики взяли. Мы просто захотели чай попить. Поняли, что ничего нет. Хотели сосочки взять. Там вообще нормальных нет. Колбасу взяли тоже не было. Такая вот кремлевская с грудинкой. Сейчас перекушу. Взяла, мне нравится у них холодец их изготовления. Сыр. Такой, правда, ни разу не брали. Король молока. Не знаю, может вкусный. Попробуем. Ну, и тут остался и хлеб тоже спаруский. Нужно его переложить. Мои любимые булочки. И лимон. Всё, это все наши покупочки. Значит, надо батарейку заряжать. Вот такая у нас закупка небольшая получилась. Сейчас будем кушать. Продолжаю влог. Сейчас будем готовить цезы. Нам нужна грудка, нам нужна помидора. Первым делом я поставлю грудку обжариваться. И ещё поставлю в духовку поджариваться сухарики из обычного хлеба. Вот такой нарезной маленький сухарик сделаю. Пока я здесь обжариваю, нарезаю корочки, всё подготавливаю. Я хотела бы с вами поделиться, ну, поговорить точнее, на какие-нибудь темы. Только не знаю, какие. Напишите мне в комментариях, о чём бы вам было интересно поговорить, когда я буду, допустим, готовить. Я с курицей сегодня хочу вот так сделать. Я буду с вами болтать. Не знаю. Так, не знаю, на тему отношений, семьи, не знаю, любви, денег, там, чего-либо. Я вам расскажу своё мнение, не интересующие вами вопросы. Потому что у меня сейчас... Я работаю мастером по наращиванию ресниц. Кто они знают, кто со мной не знаком. И попал случайно на канал. Я продаю косметику корейскую. И не только корейскую. И реснички делаю. Ну, и творю всё, что мне хочется. Я имею в виду там цветочки, на праздники что-нибудь. Вот. И мне интересно было. Ко мне приходят девочки, рассказывают всякие свои истории про мужей. Там, ещё про что-нибудь. И вот интересно было бы с вами на какую-нибудь тему поговорить, рассказать. А давайте я сегодня и расскажу вам. Знаете, что расскажу? Немного о моём детстве. Потому что мы с вами не часто встречаемся, так скажем. Так, сейчас выкину немного. В общем, жила я... Жила я с детства в Нижнем Новгороде родилась. Ходила в садик в два. И в детстве я носила очки. Носила очки, потому что у меня с рождения один глаз немножко косит. В сторону смотрит. Ну, то есть, я не замечаю, но как будто мне говорит, говорит, что незаметно. Но я замечаю. Я ходила в специальный садик для зрения. Сейчас я всё на мою. Забыла, что нужно сухарики поставить. Сейчас тогда сначала сухарики поставлю. В общем, ходила я в этот садик для зрения. И я там сейчас их на противень кинул и всё. Вот. Меня заклеивали один глазик. Я поставила курицу обжариваться тут как раз. И мне там он очень нравился тем, что... Там у нас был массаж, бассейн. Массаж я на то время не очень любила. Но сейчас понимают, что я какой-то глупенькой девочкой, дурочкой была. Бассейн. Но я не умею плавать до сих пор. Ну, так. Вообще, можно сказать, умею. Вот. И меня даже там, когда учили, дали просто круг. И сказали, плавай с кругом. Потому что я... Мне казалось, что я тону постоянно. Такие вот сделаю сухарики. Я сейчас их просто на противень кину. Можно какой-нибудь приправки их сделать. Вот. Поэтому там был массаж. У меня, по-моему, я только говорила, да, что один глазик был заклеен. Вот. Потом я пошла в ученическую школу. В школе я тоже ходила в очках. Ну, потом я их сняла. Вот. Так. Смотрение было хорошее. Единственное, то, что ресницы наращиваю. Сейчас выдаль плохо стала видеть. А раньше такого вообще не было. То есть мастера, кто хочет стать флэшмейкером, это мастер по наращиванию ресницы. Будьте готовы к тому, что у вас может сесть, ну и точно сядет зрение. И еще от клея у меня аллергия и я немного начинаю отдыхаться. Так что при беременности я бы не сказала, ну не сказала, что желаете на работе, потому что все эти фары в клее, это очень вредно. Что еще рассказать? Потом, после школы, мне мама хотела отдать институт, но я сказала, что я хочу быть фрэшмейкером. И пошла учиться на фрэшмейкера. Делала прически невесткам. О, работала фрэшмейкером. Училась я гор. Так, сейчас фарики закину. А то нефечно будет, неудобно рассказывать. Все, я сейчас параллельно с фрэшмейкером записываю. Так, там можете увидеть, кто любит фрэшмейкер, ходите, можете увидеть. Вот же, что и в облогах, распаковки, много чего там есть. Уберите лицо и раскидай его. Так. Я не ту капусту купила, блин, ну ладно. Надо было другую. Вот, что хотел сказать. Выучили у меня там варачивание ресницы, варачивание волос. Потом кератин с прическами, юмилирование, трекмахер. Чем горшунки, тем вышел, лификацию дают. Там разничего это. По учебе, это был 2050 год, тогда у меня вышло где-то 60 тысяч, мало платила. И плюс еще нужно купить свои материалы. То есть, там, все для причесок, там, смены, носницы и так далее. Это все нужно было установить, потому что с этим потом работать. Потом я поработала, может, года два. Так. И потом я поняла, что я хочу только ресницы наращивать. И когда мы серьезно уже перемешали вместе жить на первую квартиру. У нас была однокомна. Жалко, что я тогда не снимала. Вот, все. Там я уже ресницы наращивала. Редко красила, милировала. Ну, потом я уже, у меня такая аллергия началась уже от краски. Я прям стала очень сильно вздыхать. И я перестала. Прически делала, так же, когда лайки тоже самое. И я стала просто ресницы наращивать. И стала набирать клиентов. Сейчас набрать клиентов по ногтям и... Этому, как его... Ресницам там сложнее. Кому же, это очень много мастеров, но хороших не очень много. Я не сниму все-таки. В общем, я работаю... Наращиваю ресницы уже 10 лет, даже чуть больше. Но, не считаю, что 10 лет. Потому что в 2010 году не было, как раз, распространены ресницы. Блин, огонь убавило. Но электрическая деталь, из-за этого он как-то будет долго добавляться. Я только посолила курочку и все. Так. И нам нужно будет долго нареживать. Вот. И вот сейчас у нас уже 21 год. И я до сих пор наращиваю ресницы. Но это моя основная работа. Я с ней зарабатываю. Я открыла ИК. Ольга, вот и два назад я открыла ИК. Но, да, нам советую, что если вы хотите вдруг открыть ИК, мастеру по ресницам, я не советую. Зарабатывайте, если вы зарабатываете больше 100-150 тысяч, то да. Потому что все-таки много уходит за трасс. Очень много уходит за трасс. И я открываю это к цветам и по ресницам, чтобы штуки продавать в аренду. То есть были документы и все было без обмана. Так, что все было сухо. В цветами я сейчас только вот два мастер-класса такие. Или запишу, а так, я... У меня, скажи себе, хотел, у меня, к сожалению, нет на это времени. Я работаю в три-четыре девочки у меня в день. Потом я в перерыве, так скажем, в три часа в восемь, в одиннадцать, в два и пять. Я сейчас только новый график сделала. Четыре дня работы, то есть вот в воскресенье, выходные. Так, вот, наверное, лично. Поэтому, посмотрим, как будет у меня. Но не всегда. Та четыре девочки бывают и болеют, и отменяют. Ну, плюс я осталась сейчас развивать косметику. Видео снимать на ютуб. Продолжаю. Но, к сожалению, девочки, мастер-классы у меня времени не хватает. Потому что я уделяю каждый день уборке по тридцать минут. Кстати, это я тоже увидела в Тик-Токе. Это очень круто, когда ты уделяешь 20 минут и делаешь что-то определенное. Плюс нужно изготовить, сходить в магазин. Я сейчас чаще доставку заказываю на дом. Так удобнее, лишние денежки не тратить. Плюс косметику нужно заснять, фотографировать, отправить, распаковки, поснимать. Делать очень много, поэтому девочки я не успеваю. И еще нужно поухаживать за собой. И делить время можно. Так что, вот такие вот дела. Ну что, все, осталась только курочка. И сделайте сухарики. Сейчас я поставила их пока что на 150 и по 200. А, еще нужно чеснок сейчас добавить будет. И делаю соус. Так, делаем соус. Нам нужно одно яйцо. Его нужно обязательно ошпарить, чтобы оно... Ой, ну в общем, я не помню для чего, девочки, но его нужно обязательно ошпарить. Сейчас я выкину. А, для обработки. Чтобы оно прошло у нас термическую обработку. Я правильно сказала? Поправьте меня в комментариях. Так, чеснока. Кто любит, сколько, столько и добавляем. Это самый простой способ сделать майонез. Сейчас я чеснок добавлю. Горчица у меня вот такая. Обычной нет. Посолить и масло. И все перемешать. Все, наливаем масло. Так, все добавила. Мне кажется, что я всегда сюда что-то забываю. Масло заканчивается. Так. Ой, блин, не дотягивай. Блин. Ладно, сейчас я вот так боком попробую. Девочки, у меня не взбился соус. У меня масло оказывается растительное. А нужно оливковое. Сейчас попрошу Сережу. Он заедет, купит. И я еще раз его сделаю. Курица у меня почти готова. И еще нужно добавить пармезан. И сухарики сейчас покажу, какие. Сухарики почти засушились. Курочка почти готова. И вот Цезарь. Вот такая у нас сегодня красота. Девочки, буду с вами прощаться. У меня садится камера. Всем хорошего настроения. Скоро с вами увидимся в новом видео. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели, чтобы я с вами поболтала о чем. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.